Всем привет, с вами MBFX Open Feiron и со мной рядом сидит Евгений Апарышев, MBFX Open Стрелок. Мы находимся на турнире Blizzard Invitational 2011 в Варшаве. Женя, привет! Привет, Артём! Как дела у тебя, как настроение? Всё замечательно. Как тебе турнир? Нравится всё здесь? Ну, за исключением вот этой вот небольшой паузы, которая была в самом начале турнира, потому что, как нам сказали, какие-то хакеры сделали атаку на Blizzard. Вот помимо этой паузы всё проходит просто замечательно. То есть турнир организован действительно на очень высоком уровне, поэтому всё очень нравится. Женя, расскажи, пожалуйста, почему ты не участвовал на Summer Assembly 2011? Дело в том, что я не присутствовал изначально в списке 8 игроков, которые едут на BlizzCon. Там был КАЗ, но КАЗ не успел оформить визу в Польшу. И в результате, поскольку у меня виза, соответственно, европейская была, я поехал вместо него. И нам сообщили об этом где-то за 4-5 дней до того же, как проходит ассамблея. То есть все билеты были куплены абсолютно. И, ну, отменяться было глупо. Мы находились на буткемпе, нужно было ехать обратно в свой город, потом оттуда уже лететь в Польшу. Неудобно это было очень сильно, поэтому решили, что я просто полечу, поддержу ребят по оружию, да, и потом уже, соответственно, оттуда через день полечу в Рошаву. Понятно, Женя. Расскажи, вот, буткемп, который проходил в Киеве, вот, вот, три дня усердно тренировались с братком и роллом. Сильно он тебе помог на BlizzCon? На самом деле, помог он весьма слабо. Главная причина этого стала то, что, ну, как бы так выразиться, всего три дня. То есть началась какая-то ломка старых стратегий, а нового наработать ничего, собственно говоря, не успели. Это вот очень было характерно видно в третьей игре против Нанивы, когда, ну, просто банально не успели вот какие-то точить раши, анти-раши. То есть в макроигре все более-менее наладили, а, соответственно, какие-то интересные чизовые варианты пока еще не доработали. Скажи, а почему ты во второй игре решил зачистить Наниву? Потому что первая игра была просто превосходна, зал ревел, ты отлично разводил его дропами, атаковал со всех сторон. Как так получилось, что ты в итоге проиграл? Ну, дело в том, что, опять-таки, буткемп его... Причина, в общем, вся в буткемпе. То есть над какими-то вещами начали работать с братком, не нашли очень хороших вещей на Ксюнаге, поэтому пришлось так вот играть каким-то полуфабрикатом, скажем так. То есть банально просто не доработали, вот и все. Слишком мало времени было. Понятно. А что насчет твоих игр с Тарсоном? Ты проиграл ему? Вот почему проиграл? По тем же причинам, что и с Наней или нет? Ну, там какая была ситуация. Очень сильно изменилась ТВТ МОЖ, то есть появился новый вот этот вот Травен, который сразу ставится после Экспанда, либо в некоторых Белдодорах даже до Экспанда. Появились очень ранние викинги, и вот эта стратегия, она контрала то, что я делал раньше. То есть мой Белдодор, он был как бы одним из лучших вообще, да, вот до Экспанда. После МОЖ, к сожалению, пошла его вот прогрессия, да, а из-за того, что я был в Финляндии, там как бы компьютера ни у кого не было. То есть я этот Белдодор видел, я его знал, просто банально не успел его отработать. Или не успел отработать против него хотя бы. То есть вот те где-то 2-3 дня, где я не играл, из-за того, что постоянно были разъезды, они, конечно, очень сильно сказались. Вот такой переломный момент, как бы оказался в себе практике. Понятно, Женя, а что скажешь по поводу других игр? Может быть следил за кем-то ты особенно на этом турнире? Какие-то комментарии? Ну вот очень понравилось мне, как играет Red. То есть посмотрел, вот MLG он рассказывал, что он там одного корейца там обыграл, да, с двумя играл на равных. Я посмотрел, действительно понял, что это за уровень вообще, очень понравилось, как он играет. Поиграл с ним немножко, ну, поготовил его к Тарзаину на сегодняшний день, сегодняшние игры. Очень высокого уровня игрок, вот, особенности, слежу за ним, конечно. Будет очень посмотреть интересно, если Тарзаин все-таки пройдет на Ниву. Будет очень интересно посмотреть, реально ли вообще этого Зерга, вот, обыгрывать в макроиграх, или там уже смотреть как-то по-другому играть с ним, очень интересно. То есть ты можешь гордиться тем, что ты подготовил Рета к Тарзаину? Я думаю, что не я его подготовил, я просто немножко посмотрел его уровень. Понятно, Женя. Ну и давай немного поговорим о твоих будущих планах, потому что все знают о твоем проекте «Амбициозный сервер», который ты запустил, о твоих целях. Это ТОП-1 MLG. Может быть, как-то там у тебя изменились цели, планы, или ты все так же идешь вперед, напролом? Будем идти дальше, будем смотреть. Я уверяю вас, что этот проект не будет остановлен одним месяцем. То есть не будет такого, что я вот месяц потренируюсь и уйду куда-нибудь в Инактив. Будет это все очень серьезно, это все надолго. Благодаря тому, что я упал в команду FX Open, я теперь имею возможность полноценных тренировок. Заниматься только тренировками, именно своими, да, то есть я могу, например, тренировать других ребят. Появилось много времени, которое я могу уделить именно игре. И поэтому планы очень широкие, очень большие и надолго и всерьез. А что по поводу Кёльна? Я так понимаю, ты играешь там отнюдь не один турнир. И там тоже много всего тебе предстоит. Расскажи. В Кёльне я буду играть два турнира. То есть в одном турнире я уже сразу вышел в финал, еще онлайн. Там мы будем играть просто с кассом, соответственно, за первое и второе места. Этот турнир называется Sennheiser. Он будет в субботу. А будет еще трехдневный турнир. Там, по-моему, четверть финала в один день, полуфинала в другой день и финалы в третий день. Называется этот турнир XMG. Там будет 8 человек. Это четверг, пятница, суббота. Тоже хороший такой турнир. Там за первое место будет даваться очень крутой ноутбук. И за второе и третье место деньги, соответственно. Понятно. А что по поводу ESET Cup, можно сказать? Потому что я очень удивился, когда не увидел тебя в списке участников. Дело в том, что турниров очень много. И за всеми турнирами бывает сложно следить. Я, признаться, просто не знал, в какой день будет финал. Пришло письмо на почту 28-го числа, 29-го финала. Я 28-го числа был в дороге, соответственно, в Киев ехал. И просто банально не успел прочитать этот мейл. И, соответственно, были все возможности сыграть турнир. Я просто про него не знал. Мне потом сказали, что где-то на каком-то сайте это вывесили немножко пораньше. Но я об этом ничего не знал, потому что никто не сказал. И я такой был не один, потому что тот же Тарсон, например, он вообще прошел с топ-16 до топ-4, не сыграв ни одной игры. Просто потому что где-то вот две, более половины участников просто не знали банально про то, что турнир состоится в этот день. Это ненормальная ситуация, конечно. Понятно, Жень. Но, насколько я знаю, ты улетаешь обратно домой только завтра. Сегодня целый день впереди. Какие у тебя планы? Может, погулять по Варшаве или тренироваться собираешься? С утра мы немножко... Ну, я уже немножко поиграл, потренировался. Вечером посмотрим, что придумают для нас Близкон. Но в любом случае прогуляться по Варшаве у меня обязательно есть в планах. Понятно, Жень. Ну и напоследок, можешь сказать какие-нибудь слова своим фанатам, поклонникам? Хотел бы сказать, что изначально, конечно, возможно, немножко из-за того, что пересмотрел кино, пересмотрел различных, перечитал книжек про прокачку героев, думал, что все будет намного легче. Однако, вот, после старта моего проекта «Амбициозный терран», после того, как произошла ломка, так называемого, своего расписания, очень много приходится переделывать. Результаты так быстро не будут, да. То есть, на Варшаве изначально я уже планировал выступить намного лучше, чем выступил. Поэтому эта переделка, на это нужно время. Я вижу четко, куда идти. Вижу четко, что я смогу дойти. Но просто нужно время. Поэтому ребята, которые болеют за меня, я советую вам набраться терпения, потому что результат будет, я в этом уверен. Просто нужно обязательно время. Женя, спасибо большое тебе за интервью. Думаю, сейчас с тобой пообщаемся уже в Кёльне. Пожелаю тебе удачи во всех следующих турнирах. Всем пока. Пока.